Вступительные экзамены на 2018-2019 учебный год пройдут в несколько ином формате. Тесты будут приниматься в течение 15 дней с 1 по 15 августа. У каждого вуза будет свой день сдачи тестов. Тесты будут проходить, в отличие от предыдущих годов, не в классах общеобразовательных школ, а в огромных павильонах и залах вместимостью 1000-1500 абитуриентов. Абсолютно все павильоны будут оснащены камерами видеонаблюдения, которые будут проводить онлайн-трансляцию происходящего в залах. Это даст возможность соблюдения принципов максимальной открытости и прозрачности при проведении процессов тестирования. Все абитуриенты будут находиться вместе, в одном или в нескольких залах, иметь возможность наблюдать друг за другом. Раньше, когда тесты проводились в классах по 35-40 человек, абитуриенты не могли видеть друг друга, что приводило к разным разговорам и пересудам о несправедливости, о каких-либо льготных группах и т.д. Это отличное решение вопроса. А еще какие новости? Еще одна новость. Ответы на тесты будут объявлены уже на следующий день после проведения тестов. Специально уполномоченные органы работают над данным вопросом. Раньше технологические возможности не позволяли оперативно распечатывать результаты тестов в объеме на всю страну, и поэтому ответы объявляли через 15-20 дней после проведения тестов. Ответы тестов будут объявлены на официальном веб-сайте государственного теста тестирования. Так оперативно? Абитуриенты будут рады получить ответы так быстро? Еще одним новшеством в данной сфере является то, что по особенным направлениям образования, которые требуют от абитуриентов особой одаренности, таланта, физических способностей, будут проводиться творческие экзамены. По данным направлениям вступительных тестов не будет. Это исключает абсурдную ситуацию, когда будущих художников, артистов театров и спортсменов выбирают посредством сдачи тестовых экзаменов. А по каким направлениям не будут проводиться тесты? Значит, не сдают тестов абитуриенты в сфере культуры, искусства, дизайна, изобразительного и прикладного искусства, искусствоведения, музыкального образования, спорта и физического воспитания. В целях внедрения всех этих новшеств, создания технических условий для реализации намеченного, создан Фонд развития деятельности Государственного центра тестирования за счет внебюджетных средств Государственного центра тестирования и поступлений за обучение на платно-контрактной основе, в том числе по повышенным контрактам, ставки высших образовательных учреждений в размере до 5%. Да, за счет повышенного контракта? Да. Здесь, полагаю, возможно вспомнить, что начиная с 17-18 учебного года введена практика приема студентов на основе повышенного контракта. Это когда абитуриент не набирает необходимого количества баллов, ему предоставляется возможность оплатить повышенный контракт. В народе его прозвали суперконтрактом. В зависимости от количества недонабранных баллов, контракт повышается от 1,5 до 25-ти кратного размера установленной суммы контракта. Для справки, можно привести цифру. Повышенный контракт в этом учебном году оплатили более 11 тысяч человек. Поступившие деньги в дальнейшем могут быть использованы на создание наилучших условий для обучения, материально-технического оснащения вузов, материальное стимулирование сотрудников и преподавательского состава вузов, изучение зарубежного опыта, привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов для обучения нашей молодежи и так далее. В настоящий момент порядок распределения сумм поступивших от повышенных контрактных составов еще законодательно не регламентирован. Но, можно сказать одно, реформа в данной сфере осуществляются гигантскими скачками. Надеемся, эти усилия в ближайшем будущем принесут ощутимые и видимые результаты в виде высокообразованной, современной, патриотичной молодежи, которая продолжит работу в служении стране в целях ее процветания и повышения благосостояния народа. Это отличные изменения в сфере. Для абитуриентов создаются прекрасные условия, что обязательно произойдет свои результаты. Дорогие подписчики, на этом мы заканчиваем этот выпуск. До новых видео встреч! До новых видео встреч!